Искушение в нашей жизни Иакова 1 глава 13 стих «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает со злом и Сам не искушает никого». Сегодня мы начнем говорить о том, с чем встречается каждый христианин в своей жизни. Мы будем говорить об искушениях. Что такое искушение и что значит слово «искушать»? В Библии, в русском синодальном переводе, это слово может использоваться в двух значениях. Первое значение слова «искушать» — это подвергать испытанию или проверять ценность чего-либо или кого-либо. В этом значении оно используется в книге «Бытие» в истории об испытании Авраама. Это 22 глава 1 и 2 стихи. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Второе значение слова «искушать» — это вводить кого-то в соблазн или грех, побуждать греху, предлагать сделать грех. И вот таким образом или таким путем Бог никогда никого не искушает. Книга о премудрости Иисуса сына Сирахова, 15 глава, с 11 и по 12 стихи. «Не говори, ради Господа я отступил, ибо что Он ненавидит, того ты не должен делать. Не говори, Он вел меня в заблуждение, ибо Он не имеет надобности в муже грешном». Откуда приходят искушения в нашу жизнь? Почему у нас может появляться соблазн или влечение сделать какое-то зло или грех? Откуда приходит это побуждение ко греху, которое называется искушение? В Библии сказано, что есть несколько источников искушения. Искушения приходят к нам от нашей плоти, от мира, от других людей и от дьявола. Очень часто эти источники искушения действуют вместе. Например, дьявол через мирских людей может искушать нас сделать то, что хочет наша плоть, но что является грехом. Бог никогда не искушает нас ко греху. Он никогда не влечет и не соблазняет нас ко греху. Бог никогда не хочет, чтобы мы грешили. Об этом ясно сказано в Священном Писании. Бог может искушать человека в смысле испытания или проверки, как это было с Авраамом, но никогда в смысле влечения или соблазна ко греху. Если Господу будет угодно и живы будем, мы продолжим говорить на эту тему позже. А сегодня я желаю, чтобы Господь укрепил вас, какие бы искушения вы не переносили. То ли это испытание вашей веры да укрепит и утвердит вас Господь и дарует вам силу это перенести. То ли это искушения, которые приходят из тех источников, о которых мы говорили сегодня, да укрепит вас Господь и поможет вам преодолеть эти искушения и остаться верными Господу. Желаю вам обильных божьих благословений на этот день.